Татарстан без коррупции Когда он получит заветные квадратные метры И по какой стоимости позволит ли качество жилья жить сразу комфортно и счастливо Ведь не секрет, что строительные недоделки порой не позволяют радоваться полученному жилью И вынуждают собственников квартиры обращаться во все инстанции Каково же все-таки качество конечного продукта строительства? Куда обращаться при обнаружении строительных недоделок? Разберемся вместе с гостями в студии С нами сегодня Иван Николаевич Гущин Заместитель начальника управления президента республики Татарстан По вопросам антикоррупционной политики Добрый вечер Джавдадили Людинович Саляхов Заместитель исполнительного директора государственного жилищного фонда При президенте республики Татарстан Добрый вечер Добрый вечер Я Алексей Михайлович Фролов Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Татарстан Добрый вечер Добрый вечер Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире Телефон студии 570 5075 Звоните, задавайте вопросы Мы ждем ваших сообщений по электронному адресу Которую вы видите сейчас на своих экранах Также на протяжении всей программы будут работать электронные голосования Тема интерактива сегодня Получили жилье по социепотеке На которую предложены три варианта ответов Голосуйте в конце программы, подведем итоги Иван Николаевич, как вы думаете, который ответ из трех представленных вариантов Сегодня наберет наибольшее число голосов Я думаю, равное количество по каждому варианту, наверное, будет отнесено телезрителями Я бы проголосовал, наверное, за третий вариант Жилье соответствует заявленной стоимости Нестандартам Нестандартам Спасибо Ну что, посмотрим, насколько наши телезрители сегодня будут активны Насколько они сегодня проголосуют И какой же вариант сегодня действительно наберет наибольшее число голосов Иван Николаевич, строительный комплекс подвержен ли коррупционным рискам? И есть ли вопросы у антикоррупционного управления? Ну, строительный комплекс, как и любая отрасль, подвержена, естественно, коррупционным рискам Здесь и, возможно, проектирование, какие-то подводные камни уже можно установить И здесь вот, ну, давайте вспомним даже вот Любой ремонт в квартире никогда не обходится без каких-то замечаний Всегда что-то будет где-то, недоделки Всегда мы будем пенять на нерадивых строителей и так далее И здесь, наверное, вот вы сказали про строительные некачественные какие-то вещи То нужно говорить, наверное, о том, как это предотвратить, как это контролировать И сегодня, наверное, телезрителям мы об этом расскажем Спасибо Алексей Михайлович, начнем со снов Что сегодня себя представляет строй индустрии в республике? Ведь мы знаем, что всего 38 республиканских Что 38 программ республиканских И хотелось бы остановиться более подробно на жилищных Какие программы действуют и объемы финансирования? Ну, я бы хотел отметить, прежде всего, то, что строительный комплекс является Локомотивом реального сектора экономики Даже, ну, затронуть формирование нового производства Точки приложения труда Это даже капитальный ремонт существующих производственных мощностей Реконструкция Формирование новых производственных площадок Формирование объектов социальной сферы Жилья Это все связано, конечно, с строительным комплексом Если говорить цифрами, то в прошлом году строительный комплекс Это в целом порядка 360 миллиардов рублей инвестиций Которые отрасль через себя пропустила Это чуть более 100 тысяч людей, которые работают в строительной индустрии республики Это чуть менее 8% всего трудового населения нашей республики При этом, при всем, это 10% всей валовой выручки Которые формируются на территории нашей республики Средняя зарплата строительного комплекса Это порядка 31 тысячи рублей в среднем Вот по данным последних стат отчетов Действительно, на протяжении уже 5 лет У нас в республике формируется программный подход Именно обусловленный президентскими программами Формирование всех госкоопложений, которые у нас есть Помимо госкоопложений, у нас, конечно же, есть и коммерческие проекты Которые реализуются чисто коммерческими инвесторами В том числе и в части развития жилищного строительства Что касается улучшения жилищных условий наших граждан Безусловно, флагманом здесь является Это программа социальной ипотеки В рамках которой улучшить свои жилищные условия Могут малообеспеченные слои населения Граждане, которые работают в предприятиях Которые заключили соответствующие соглашения Государственным жилищным фондом И это на сегодняшний день единственный субъект Который на условиях социальной ипотеки Предлагает улучшить условия нашим гражданам Вы начали говорить уже о потребности татарстанцев Улучшения жилищных условий в рамках госпрограмм Много ли таких людей? В целом, если говорить о социальных категориях граждан То на текущий момент это порядка 80 с лишним тысяч людей Которые стоят в очереди на улучшение социальных В рамках социальных программ При этом мы понимаем, что основная доля их Это обеспечение именно жильем по соц. найму К сожалению, на текущий момент в рамках социального найма Муниципальное образование строить жилье не могут Отсутствуют такие возможности Поэтому основная задача наша Это сохранить с учетом качества и низкой цены Именно реализации программы социальной ипотеки То есть те инструменты, которые сегодня у нас реализуются Чтобы они были максимально эффективны и доступны для граждан Вот на этом уровне как раз и возникают вопросы Связанные с антикоррупционными взаимоотношениями То есть вопрос цены, он всегда вызывает определенные напряжения У строительных организаций, у заказчиков и у инвесторов У государственного жилищного фонда В этих жерновах нам необходимо максимально прозрачно сформировать все инструменты Для того, чтобы мы более качественно работали и эффективно финансировали стройку И все эти процессы были максимально открытыми Спасибо, спасибо Чадай Зелендинович, у всех на слуху программы социальная ипотека Жилье для ветеранов Великой Отечественной войны Буквально коротко, пожалуйста, перечислите Какие еще есть программы, которые реализуются через Государственный жилищный фонд? Строительство жилищных программ в Государственном жилищном фонде стартовало в 2005 году Мы участвуем в 18 программах, которые реализуются в Республике Татарстан Кроме перечисленных участников Великой Отечественной войны, социальной ипотеки Мы обеспечиваем жильем детей-сирот, многодетных семей, молодых семей Также молодых семей в сельской местности Переселенцев из аварийного жилого фонда Занимаемся арендным жильем Обеспечиваем жильем врачей, учителей, получателей, грант-получателей Вот я хотел бы уточнить Алексей Михайлович уже сказал В целом паре республики Всего в реестре Государственного жилищного фонда Стоит 10 400 семей Из них 7 500 это социепотечники Остальные это по другим жилищным программам Мы уже давно говорим, что для каждой категории граждан Должны быть какие-то свои механизмы обеспечения жильем Какие возможности приобрести жилье, скажем, как вы говорили, у молодых семей? Какие возможности у молодых семей, у детей-сирот? Наверное, я поясню этот вопрос Государство, отдельные категории граждан поддерживают У каждой категории есть свои механизмы То есть молодые семьи У нас в этом году 67 семей молодых Которые получают поддержку на приобретение жилья Для улучшения своих жилищных условий Ну, во-первых, что такое молодая семья? Это один из членов семьи должен быть моложе 35 лет Один из членов? Не обязательно оба? Не обязательно оба Один из членов молодой семьи должен быть моложе 35 лет Они должны стоять на учете Учет ведет Министерство молодежи и спорта Они попадают в этот реестр И получают государственную поддержку на улучшение своих жилищных условий Как правило, эту поддержку мы рекомендуем направлять на получение нового жилья Покрытие жилья идет не 100%, то есть частично идет покрытие приобретения нового жилья Но также, конечно, семьи могут реализовать свои права и на вторичном рынке Есть чисто республиканская программа улучшения жилищных условий многодетных семей Это 5 и более детей Вот сегодня у нас в сводном списке в республике 597 таких семей В этом году жилищные условия улучшают в рамках... Это чисто республиканская программа Улучшают 46 многодетных семей При этом в приоритете стоят семьи, у которых 10 и более детей Вот в республике сейчас одна такая семья в сводном реестре Мы надеемся, конечно, может быть, у семей, у которых есть 9 детей, появятся дополнительно еще десятые дети И они могут появляться дополнительно Вот в этом году мы, еще раз повторюсь, 46 таких семей улучшаем жилищные условия Также оператором программы является Государственный жилищный фонд Есть федеральная чистая программа Это поддержка улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан Это, как вы сказали, программа для ветеранов и вдов Великой Отечественной войны Также это программа для улучшения жилищных условий чернобыльцев Жителей Крайнего Севера, вынужденных переселенцев То есть это уже денежные средства, которые мы получаем непосредственно из федерального центра для поддержки этих категорий Спасибо 570-50-75, телефон прямого эфира Если есть телефонный звонок, мы готовы его принять Есть звонок, нам подсказывают Давайте послушаем, о чем говорят наши телезрители Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, откуда вы? Добрый вечер, меня зовут Сергей Сергей, слушаем вас Здравствуйте, Джалдат Залевдинович Я житель комплекса на проспекте Универсиадо-Подомейский У нас при сдаче комплекса разрушилась парковка внутри двора И до сих пор парковка стоит в таком же разрушенном состоянии Скажите, пожалуйста, что будет с этой парковкой? Когда и кто будет достраивать? Спасибо Спасибо Парковку, конечно, мы будем достраивать Но на сегодняшний день идут судебные процессы Мы не могут определить виновников этого разрушения Как только мы определимся, мы, значит, найдем нового подрядчика генерального И будем его восстанавливать и достроим А когда это будет? Для того, чтобы решить этот вопрос, необходимо сейчас завершение всех процедур, связанных с разбирательством Как только все заключения экспертизы будут получены, необходимо будет приступить к освобождению земельного участка под строительство новой парковки И парковка обязательно будет построена Ну вот о каких-то сроках можно сейчас сказать уже? Я говорю, когда определится с подрядчиком? Я не хочу лукавить Этот вопрос находится на контроле нашего министерства, конкретно министра Я думаю, в ближайшие несколько месяцев эти процедуры, они завершатся, связанные с проведением экспертиз И Государственный жилищный фонд уже определит исполнителя по очистке этого земельного участка и строительства новой парковки Спасибо Теодор Залюзинович, система соципотеки, как она формируется? Соципотека формируется как? Значит, исполнительные комитеты, жилищные комиссии исполнительных комитетов, жилищные комиссии предприятий определяют нуждающихся Эти нуждающиеся попадают к нам в реестр Что должно быть? Обязательно они должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий И иметь возможность получать кредиты Дальше? Потом, значит, мы включаем их в реестр и три года ожидания Почему три года? Значит, мы два года где-то, значит, определяем на подготовку проектно-смертной документации И год примерно строительства Вот поэтому три года получается ожидания строительства, получения жилья нуждающимся Хорошо Как ведется строительство в районах Татарстана? Какие крупные микрорайоны и где строятся? Вот мы только что увидели сейчас на видео, да, это был Альметьевский комплекс Очень красивый, очень интересный Где еще в районах ведется строительство социопотечного жилья? Вообще строительство социопотечного жилья и по другим программам жилищным Ведется во всех районах республики Татарстан Это прежде всего город Казань, город Альметьевск, набережные Челны, Бугульма Такие районные центры, как Сабы, Мензелинский район Везде у нас идет строительство Но особо, значит, мы должны сказать, что большое количество жилья строится в городе Казани и в Альметьевске В Альметьевске сейчас у нас мы начали строительство нового квартала, 63-го квартала Где, значит, строятся крупнопанельные, очень благоустроенные дома В Нижнекамске вот мы видим сейчас жилкомплекс Насколько активно развивается строительство? В Нижнекамске, значит, у нас строили... Мы в прошлом году построили 47-й квартал В этом году полным ходом идет строительство 49-го квартала И этот квартал еще будет продолжаться строиться Вот мы сейчас видим этот квартал? Да Это он, да? Хорошо Жилкомплекс Салават-Купера, М-14, масштабные проекты в Казани Есть ли перспективы развития этих территорий? И сколько домов построено, сколько в перспективе? Вообще, жилом комплексе Салават-Купера должно быть построено 94 жилых дома Здесь должны проживать где-то 55 тысяч жителей Строительство этого комплекса началось в 2014 году Продолжается на сегодняшний день В первую очередь строительство завершается Построено, значит, 22 жилых дома Это где-то 378 тысяч квадратных метров жилья 6500 квартир Здесь осталось нам построить через Пасово-Казань еще три дома Они немножко отстают Но по графикам эти три дома уже расписаны Первый дом, значит, они, вернее, один из домов они сдают в июле Второй дом они сдают в августе И третий дом они сдают в сентябре Таким образом, первая очередь будет завершена Мы приступили к строительству второй очереди жилого комплекса Там строится 7-8 квартал Работает генеральный подрядчик Акташ Сегодня строится 10 домов уже Приступили к проектированию второго-третьего кварталов Этой очереди Салават-Купы Если говорить о комплексе М-14 М-14 в этом году идет проектирование четырех домов Это, наверное, программа этого года у нас в пределах выделенного финансирования завершена Сформирована Это уже будущий год Это мы видим как раз в комплексе М-14 Как раздают ключи, подписывают документы 550-75, телефон прямого эфира Мы работаем в прямом эфире, у нас есть телефонный звонок Добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем Здравствуйте Меня зовут Александр, я житель Набережных Чунов Мы купили в 67-м микрорайоне, в 7-м доме квартиру Вот где-то в конце мая Недоделок моря Мы хотели бы узнать, можно ли как-нибудь на прием попасть Чтобы вот конкретно, хотя бы по нашей квартире список предоставить Я сам строитель, 25 лет уже в строительстве Но это ужасное что-то, недоделок очень много Спасибо Джадет Залюдинович, можно ли попасть на прием? Запросто Кому на прием, кто отчисляет прием, как можно помочь людям? У нас в приемной сидит Юлиана Лемехова Она записывает и отчисляет прием И расписывает, кто из замок принимает Вот сейчас в данном случае этому жителю Мы можем что-то пообещать Что, например, завтра в такое-то время приезжайте Я вас приму, мы с вами поговорим Ну, завтра, наверное, он не успеет приехать Ну, послезавтра, пожалуйста, я с половины восьмого на работе Здесь, наверное, правильнее говорить Вот таких жителей, которых хотят все попасть на прием Может быть очень-очень много И это, ну, это не решение вопроса Здесь нужно системно подойти Почему те службы, которые отвечают за эти вопросы Они не срабатывают Где гарантийный срок устранения недоделок Где управляющая компания, которая выдавала ключи на стадии приемки И почему это все не зафиксировано И не отработано Алексей Михайлович, да Совершенно правильная позиция Иван Николаевич сказал У каждого жилого дома, который построен в рамках программы социальной ипотеки Есть управляющая организация, которая занимается управлением данного жилого дома И управляющая организация является мостом взаимоотношений между заказчиком и подрядчиком Такие вопросы, они характерны не только для набережных Челнов и для жителей Салават-Куперы По некоторым домам отдельный мониторинг ведем мы непосредственно И эти замечания прям контролируем, чтобы они снимались Поэтому, конечно, необходимо в первую очередь не ждать записи на прием Необходимо работать с управляющей организацией, которая занимается управлением данного жилого дома Все жильцы, которые получили ключи Они также заключили договора на поставку им соответствующих услуг В том числе услуг Качественных Качественных услуг, да? Качественных услуг, в том числе услуг управления их недвижимостью Поэтому мостом является управляющей организацией, которая должна выстроить систему взаимодействий Сбора всех замечаний, не только которые по общему имуществу Но и в том числе, которые находятся внутри жилого помещения И эту работу организовать Это наша позиция, и мы это требуем со всех управляющих организаций Которые занимаются жильем, построенным по социальным программам Спасибо, Алексей Михайлович Джалай Жалюдинович, Госжилфонд выступает в качестве инвестора То есть фактически вы инвестор, так ведь? За вами, получается, контроль финансовых вложений? Да, за нами И кто контролирует качество выполняемых работ? Ну, качество выполняемых работ, это прежде всего зависит от добросовестности подрядных организаций Как они соблюдают технологии строительного производства, какие они материалы принимают, не отходят ли от проектной документации И, конечно, зависит от мастерства и квалификации рабочих и инженерно-технических работников Вот это самые главные условия обеспечения качества Затем идут, значит, контролирующие, надзирающие организации, органы Прежде всего, это, значит, авторский надзор Это проектный институт, который проектировал этот объект, это здание, они контролируют Второй этап, мы заключаем, значит, второй уровень, это мы заключаем договора, договоры с техническим заказчиком Технический заказчик непосредственно на объекте должен проверять все стадии производства И третий уровень, это инспекция государственного строительного надзора газом Если вот эти проверяющие, контролирующие органы свои обязательства, свои обязанности выполняют надлежащим образом Тогда качество должно быть на высоком уровне Вы сами, ваша организация, как допустила, что такие недоделки повторяются из раза в раз? Ну, мы этого, у нас нет желания допускать такие недостатки Но они случаются только из-за того, что, значит, ну, я уже сказал, уровень проверок не отвечает должным образом Что можно сделать в этом случае? В этом случае, значит, мы, значит, обращаемся, значит, в органы прокуратуры Мы обращаемся к судебным органам исковыми заявлениями к виновникам, которые... Спасибо Иван Николаевич, много жалоб в аппарат президента республики, какого они характера? Не будет секретом, что жалобы есть Если 2017 год, это порядка 500 жалоб, которые были, в принципе, переадресованы в Министерство строительства, которые на контроле находятся В этом году уже более 200 жалоб поступило за этот небольшой период Ну, здесь, если специфика обращений, то, ну, в первую очередь, жалуются на сроки получения квартир по жилищным программам Всех не устраивают сроки, что стоят достаточно долго в очереди по социальной ипотеке Второй блок вопросов, это действительно качество возводимого жилья То есть, строительные недоделки, действительно, где-то кто-то жалуется, что, ну, будем говорить, хотелось бы более дорогие окна в квартире Более дорогие двери, и так далее, и так далее Но нужно понимать, что это социальное направление, социальная ипотека И есть, ну, понятно, что за 90 тысяч квадратный метр будет стоять тонированные стелки, и так далее, и так далее Обеспечить безопасность, долговечность и надежность возводимых на территории нашей республики зданий и сооружений Такова миссия инспекции Государственного строительного надзора Республики Татарстан Сейчас на связи с нашей студией по телефону начальник инспекции Государственного строительного надзора Республики Татарстан Василий Александрович Кудряшов Добрый вечер, Василий Александрович Добрый вечер Василий Александрович, в обязанности Госстроенадзору входит осуществление контроля с момента получения извещения о начале строительства вплоть до его завершения и выдачи заключения о соответствии объекта требований технических регламентов и проектной документации. Каким образом и как часто проводятся проверки этапов строительства? Я могу ответить на этот вопрос следующим образом, что это не наше желание, когда хочу, тогда и выйду на объект. Существует регламент, согласно которому мы работаем. Согласно этому регламенту, государственный строительный надзор осуществляется в форме программы проверок. Который согласовывается прежде всего техническим заказчиком и лицом осуществляющим надзор. И мы выходим на проверки строго согласно этой программы. Программа проверок создается в двух экземплярах. Один экземпляр находится в надзорном деле инспекции. Второй направляется вручать застройщику или техническому заказчику. Застройщик, технический заказчик обязаны довести до лица осуществляющие строительство сведения о проверках, предусмотренные этой программой. Новое жилье радует не всех. Порой и обои отклеиваются, нередко и потолок, и стены сыры, и обнаруживаются и другие дефекты. Василий Александрович, неужели нельзя предотвратить такой строительный брак? Ну, ответ может быть как бы простой, но не просто в исполнении. Прежде всего, законодательство четко регламентирует обязанности как технического заказчика, застройщика и подрядчика в этой сфере. Я хотел бы напомнить всем участникам строительства, что прежде всего необходимо соблюдение технических регламентов, проектной документации. В основные обязанности как технического заказчика и лица, осуществляющие строительство, входит ежедневный контроль за соблюдением всех норм строительства объектов, которые изложены в действующем законодательстве. А именно, это статья 53-й городкодекс РФ, о строительном контроле. И уже после завершения строительства всех работ оформляется исполнительная документация о завершении строительства объекта с надлежащим качеством, подписанной участниками строительного процесса, который и предъявляется инспектору госстроенадзора. Вы документы у строителей проверяете? У них все в порядке с документами? Нам предъявляются документы, еще раз повторюсь, подписанные как техническим заказчикам, застройщикам и непосредственно исполнительным производителям, в том числе генподрядчикам. Хорошо. Существует ли график проверок? График проверок существует. Я уже сказал, что график проверок, он создается на основании извещения о начале работы. Должностное лицо разрабатывает программу проверок. Программа проверок разрабатывается с учетом конструктивных и других особенностей капитального строительства. И график проверок, он называется программа проверок, составляется в двух экземплярах. Где можно ознакомиться с этим графиком? С этим графиком можно ознакомиться непосредственно у застройщика или технического заказчика, которому ему вручается. А второй экземпляр остается в надзорном деле инспекции. Вот застройщик и технический заказчик обязаны довести до лица осуществляющего строительства все сведения о проверках, которые предусмотрены в этой программе. С какого момента строительство жилья Гостроенадзор начинает свою работу? Инспекция приступает к организации Государственного строительного надзора на объекте с момента получения извещения о начале строительства, которое направляет застройщик или технический заказчик, но не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала строительства или реконструкции объекта. К этому извещению прилагается пакет документов, в том числе разрешение на строительство, положительные заключения экспертизы и полный пакет проектной документации. Вы надзираете и за сооружениями, которые относятся к объекту массового скопления людей. Я знаю, что вы проводили масштабную проверку таких объектов. Какие нарушения были выявлены? Ну, я скажу так, что для нас все объекты, они являются, согласно статье 49, если они подлежат и в статье 54 Государственному строительному надзору на любых объектах, прежде всего составляется программа проверок. А под местами массового пребывания, если вы хотите сказать, понимается место общего пользования, здания, сооружения, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек. Например, это такие объекты, как детские сады, школы, торговые центры, спортивные сооружения. И все проверки мы ведем строго в соответствии с программой проверок. Спасибо. Спасибо. Продолжим сразу после рекламы на ТНВ. Это программа «Татарстан без коррупции». В прямом эфире мы говорим о качестве строительных жилых объектов на территории нашей республики. Мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 570 50 75. Звоните, задавайте вопросы. Мы ждем ваших сообщений по электронному адресу, который вы видите сейчас на своих экранах. Также на протяжении всей программы работает электронное голосование. Тема интерактива сегодня. Получили жилье по соципотеке, на которую предложены три варианта ответа. Мы видим, что лидирует второй вариант ответа. Есть претензии к строительным работам. Голосуйте. В конце программы подведем итоги. Сейчас предлагаю посмотреть любительское видео наших собственников, которые приобрели жилье по соципотеке. Затем вернемся в студию. Продолжим. Самая ладка. Переальзовый комплекс. Из стены выходит у нас чей-то тупля. По косинам. Последняя модель. Второй комплекс. Салават-Букаря. Портал «Народный контроль» продолжает мониторить ситуацию застройщиками и подрядчиками. Сейчас на связи с нашей студией по телефону уполномоченный по правам человека в республике Татарстан. Сырья Харисовна Сабурская. Добрый вечер, Сырья Харисовна. Добрый вечер. Сырья Харисовна, какие жалобы населения в части жилищного строительства превалируют? И насколько быстро устраняются недоработки в сданных жилых помещениях? Действительно, вот в наш адрес постоянно и по средствам различных каналов связи поступают обращения, в том числе о некачественном строительстве. Только в 2017 году было 793 обращения. И через «Народный контроль» к нам поступило 297 обращения. Люди жалуются на вновь введенную эксплуатацию многоквартирным домам, которые реализуются в рамках социальных программ. В частности, отмечается отсутствие вентиляции в жилых помещениях, образование плесени на откосах оконных проемов на стенах и потолках в жилых и нежилых помещениях, некачественную установку межкомнатных дверей, некачественные стеклопакеты, определить штукатурных и малярных работ и так далее. Вы знаете, конечно, ряд вопросов сразу же берется в работу. Я могу привести пример. Вот, например, по улице Зелантовской до города Казани, по ипотечному дому номер 18, очень быстро выполнили работы. В то же время, есть подрядчики, которые длительное время не исполняют. У нас по улице Глушко, дом 4 и 6, это уже многострадальный дом, который в течение нескольких лет вынуждены были обратиться в арбитражный суд, для того, чтобы подрядчики пришли и исправили недоделки в этих жилых домах. Поэтому, безусловно, это зависит от того, работают ли эти подрядчики, или, к сожалению, они прекратили свое существование. Вот здесь как раз затягивается решение проблемы граждан. Удается ли привлечь к большей ответственности недобросовестных строителей подрядчиков с помощью электронных ресурсов? Ну, мы, конечно же, привлекаем и направляем обращения для решения данных проблем. Но, как я уже сказала, там, где подрядчики добросовестны, они, конечно, стараются очень быстро решать. Там, где нет, то приходится уже через судебные иски привлекать их к ответственности для разрешения проблем. Спасибо. Спасибо. Напомню, на связи с нашей студией по телефону была уполномочена по правам человека в республике Татарстан Сырья Харисовна Сабурская. Чадай Залюдинович, много недоделок, много проблем, много недочетов строительных. Что делать собственнику? Куда обращаться? Первое, что они должны сделать, во время приемки своей квартиры, они должны в актах приемки записать свои замечания. Генподрядная организация это замечание быстро должна устранить. Если этого не случается, в основном это случается. Многие подрядные организации, например, Акташ, они всегда при сдаче домов две бригады ремонтные держат. Собственник обратился с замечаниями, тут же бригада приходит и начинает устранять. Но есть подрядчики, которые долго исправляют замечания. В таком случае, значит, собственник должен обратиться в управляющую компанию своими замечаниями. В свою очередь, управляющая компания создает комиссию. В этой комиссии участвуют жилищные инспекции, управляющие компании, технический заказчик, генеральный подрядчик и сам жилец. После этого, эта дефектная ведомость направляется подрядчику, и подрядчик должен будет в течение 30 дней устранить эти недостатки. Если этого не случается, мы дали доверенность управляющей компании обращаться в судебные органы, чтобы заставить в судебном порядке исправить допущенные замечания. Удалось ли хоть одной компании действительно заставить, устранить недочеты? Ну, ежедневно. То есть это нормальная практика, это в порядке. Ежедневно недостатки устраняются. Хорошо, хорошо. А какова зона ответственности проектной организации? Проектная организация разрабатывает проект. Может, Алексей Михайлович, да, дополнить сейчас? Проектная организация, она работает по выданному техническому заданию от инвестора непосредственно. В части крупных микрорайонов проектная организация формирует в общий проект застройки территории с размещением непосредственно технических коридоров под инженерные коммуникации, под дороги, под объекты социальной инфраструктуры. И исполняя эти технические требования, от проектной организации требуется, чтобы реализация проекта именно укладывалась в ту утвержденную себестоимость, чтобы укладывалась в стоимость реализации непосредственно жилья. И все технические решения, связанные с инфраструктурой, связанные с обеспечением качественного и комфортного жилья, это все лежит, конечно, на проектной организации. Проектная организация в процессе строительства при необходимости также осуществляет авторский надзор за работой непосредственно подрядных организаций. И в случае, если есть необходимость переклассификации каких-то либо помещений, или в процессе, например, у нас есть зеленодольский многоквартирный жилой дом, который мы вынуждены уже в процессе реализации перепроектировать расположение квартир, так как потребностям двухкомнатных квартир намного больше, чем крупногабаритных квартир. Проектная организация решает именно непосредственно эти задачи. Безусловно, решение вопроса цены и качества, поиска оптимальных решений, применения технологий, материалов, эта задача лежит на проектной организации. Спасибо, спасибо. 570-50-75, телефон прямого эфира, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, мы звоним с Болтарсинского района. Очень хорошо. Насчет домов, на ветхие дома нам построили квартиры и посадили на ипотеку. И дома стоят, построили за два месяца, и зимой в них жить вообще невозможно. Построили как типа летних домов. Адрес назовите, пожалуйста. Кул-Шариф. Кул-Шариф. И по всему этому у всех тоже самые проблемы. Посадили, дома стоят на ямах, в ямах, которые весной все дома стоят в воде. Все стены, за что они все сырые, мокрые все. Спасибо. Вопрос, наверное, к вам, Алексей Павлович. Ну, безусловно, вопрос качества по данному адресу мы с выездом на место посмотрим, потому что в республике в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья действует отдельная комиссия, которая контролирует качество. И мы прям завтра отправим наших людей, чтобы посмотрели текущее состояние построенного жилья для граждан. В части реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда наша основная цель – предоставить гражданам, проживающим в аварийное жилье, новые, благоустроенные, хорошие квартиры. Если у граждан не хватает денежных средств улучшить свои жилищные условия по цене выкупа их аварийного жилья, то органы местного самоправления рекомендуют им непосредственно стать в программу социальной ипотеки, улучшить свои жилищные условия значительно лучше, чем они могут реализовать свои права в рамках программы аварийного жилья. То есть это законная такая мера? Это законная мера. Очень много вопросов, конечно, связанных с вопросом ценой выкупа. Есть сложившаяся судебная практика. Где-то цена устоялась, которую муниципалитеты предлагают изначально по оценке. А сколько она сегодня состоялась? В случае, если она не устоялась, то по обращению гражданам делается новая оценка, и стоимость выкупная формируется в зависимости от площади земельного участка, от его кадастровой стоимости, от состояния... Ну сколько это может быть, допустим, на сегодняшний день? Порядок... За квадратный метр. У нас в республике есть решение от 4,5 тысяч за квадратный метр и до 30 с небольшим тысяч за квадратный метр. То есть остальную разницу они уже доплачивают? За квадратный метр. Это не разница, это цена выкупа непосредственно аварийного жилья. Нет. А, ну то, что им предлагает муниципалитет, та разница. Исходя из оценки непосредственно сосуществующего аварийного жилья. В части конкретного гражданина, безусловно, вопрос очень важный по предоставленному жилью. И если там есть вопросы с качеством, мы прям завтра этот вопрос отработаем и дадим обратную связь конкретной гражданке, чтобы было понимание. При необходимости привлечем подрядную организацию. У нас работают помощники сегодня на телефонах, поэтому очень просим записывать обратную, то есть иметь обратную связь, знать, кто звонит, откуда звоните, как можно с ними, с этими людьми связаться. Спасибо. Спасибо, Алексей Михайлович. Существует такое понятие, как гарантийный срок после завершения строительства. Вот сколько он сегодня составляет? Сколько лет? Гарантийный срок составляет 5 лет со дня получения разрешения на вот жилого дома. То есть в течение 5 лет кто отвечает за этот дом? За этот дом отвечает тот подрядчик, который выполнил эти работы. Подрядчик. Если, как говорил Сарья Харисовна, мы не можем найти подрядчика, кто за него тогда отвечает? Тогда отвечает жилищный фонд. Жилищный фонд. Вот Сарья Харисовна говорила про Глушко-4 и Глушко-6. Это действительно многострадальные дома. Значит, там подрядчики, генеральные подрядчики, которые построили эти дома, они благополучно обанкротились, ушли с рынка, но руководители этих организаций сегодня процветают, работают в других организациях. Мы сегодня вынуждены, значит, несмотря на решение арбитразного суда, что там должен выполнить эти работы подрядчик, мы уже на свои средства будем выполнять эти ремонтные работы. На сегодняшний день по этим домам разработана проектная документация. Она сегодня проходит экспертизу. Мы определились подряд на организации. Как только с экспертизой про эндокументацию выйдет, мы приступим к ремонтным работам. Это со слоистой кладкой связанные вопросы? Да, это со слоистой кладкой. К сожалению, таких вопросов очень много. У нас был этот ненадежный проект, который был реализован в части слоистой кладки. И это не только касается этих адресов. Есть жилые дома, которые в авиастроительном районе. Государственный жилищный фонд уже самостоятельно решал эти гарантийные обязательства. В части этих домов, где проблемы были с слоистой кладкой. Но я бы хотел на что обратить внимание. В части текущих вопросов эксплуатации ответственность несет управляющая организация. Вопросы, связанные с гарантийным обязательством. Да, действительно, у подрядной организации юридическая ответственность 5 лет. Но это не значит, что в течение этих 5 лет управляющая организация не обязана проводить соответствующие мероприятия по эксплуатации жилого дома. То есть по каждому случаю необходимо четко проводить разбирательство при необходимости подключать соответствующие надзорные органы. Спасибо. Строительная отрасль имеет множество коррупционных рисков. Это и выделение земли, получение разрешения на строительство, согласование проекта, подключение сетей. Вот по поводу наличия или отсутствия развитой инфраструктуры, даже чтобы решить вопрос, скажем так, с детским садом, с больницей, с школой, законным путем, возможно или здесь тоже есть коррупционные риски? Если говорить про разрешительную документацию, в принципе здесь все согласованное решение под эгидой Минстроя и ГЖФ, они осуществляются, то есть все слаженно работает, поэтому здесь какие-то подрядчику не нужно там дополнительное решение искать, что у него там земельный участок и так далее. все это на стадии ГЖФ все отрабатывается, то есть им представляется. И коммуникация, я как знаю, тоже это не вопрос. Все правильно. То есть в коммерческом строительстве, наверное, это вопрос, они присущи, потому что сегодня земли все меньше, всем хотят в центре города где-то поставить многоэтажку, это вопрос, конечно, они очень так крупсоемкие, но вот что касается социальной ипотеки, я, конечно, такого, наверное, представить сложно. Хорошо, я спрашиваю, достаточно ли сегодня детских садов, школ, парковок? Вот с парковками у нас есть, конечно, жалобы по Салавату Купера, и вот этот момент, он такой сложный. Дом проблемный, наверное, даже. Когда дом 18-этажный, а парковочных мест не так много, и люди вынуждены ставить, ну, то есть вот приехал он в 10 часов вечера, вынужден куда-то примкнуть машину на газон или еще где-то, с утра выходит, уже эвакуатор увозит эту машину. Ну, наверное, есть определенные социальные вопросы. Здесь и существуют многоэтажные паркинги у нас, в принципе, если говорить там про Салават Купера, нет, наверное, а вот в Казани есть такие вещи, то есть вопрос не нарушать. Салават Купера, паркинги тоже они есть. Проектом застройки жилого комплекса все, значит, парковки, торговые места, поликлиники, детские сады, они предусмотрены, но они находятся вне зоны рассмотрения в жилищном фонде. Это зона ответственности исполкомов. Вот они должны определяться. Суперкоррупционные риски-то есть ли здесь? Все возможно в нашей жизни. Спасибо. Алексей Михайлович, при проектировании вот таких комплексов, социальных, жилищных комплексов, закладывается ли строительство социальных объектов? Вообще при осваивании, комплексном осваивании территорий есть соответствующие нормы и правила, без которых не может пройти экспертизу проект застройки территории. То есть в любом случае коммерческий это объект, социальный это объект. Я согласен с Иваном Николаевичем о том, что да, есть коррупционные риски на коммерческих стройках, они, конечно, в большей степени связаны с инфраструктурными вещами. Это подключение к сетям, это плата за подключение. Но на сегодняшний день нормативная база, она и в этом направлении все больше совершенствуется. Здесь уже взаимоотношения между коммерческим застройщиком и организацией коммунального комплекса не идут напрямую. То есть все проекты рассматриваются регулирующим органом, это комитет по тарифам, и определяется конкретная плата, конкретные условия к точкам подключения. То есть здесь также эти риски, они максимально снижаются. В части развития социальной инфраструктуры, безусловно, все проекты, которые реализуются по комплексной застройке, они закладывают в себя и комплекс строительства социальных объектов. Это и жилых домов, это и детских садиков, это школ, дорожные инфраструктуры соответствующие, это и вопросы, связанные с безопасностью, это и объекты полиции, и объекты здравоохранения. Безусловно, эти все проекты закладываются и при строительстве социального жилья. Я не скажу, что 100% покрывается потребность, которая на сегодняшний день есть, и, конечно же, жалобы имеются. Но жалобы по парковкам, они, к сожалению, есть не только в Салават-Купыре. Парковка – это, крайне говоря, бич для и центра города Казани, где очень серьезные плотные застройки. И органы местного самоправления ежегодно стараются ужесточить требования административной ответственности к автомобилю владельцам непосредственно. И мы понимаем, что без этого мы не научим, не внедрим дисциплину с точки зрения того, что пользуешься автомобилем, если тебе это удобно, то необходимо и оплачивать соответствующую инфраструктуру. То есть в части Салават-Купыре непосредственно, конечно, там предусматривается строительство многоуровневых паркингов. Это будет реализовано. Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас, говорите. Здравствуйте. Вас беспокоит город Казань, улица Трамвайя, дом 17. Галимхан Фрамель. Слушаем, говорите. У нас проблема... Дом построен в 2010 году, фирма «Октаж». У нас проблема с лифтом. Дом у комплекта... Одноподъездный, 17-таж дом, у комплекта двумя лифтами, грузовой и пассажирский. За эти 8 лет прошедших, вряд ли набираться дней 10-20, когда бы оба лифта из-за давно работали. Постоянно, каждый день ломается. Застрюем, звоним. Он приходит, нас из лифта опять вытаскивает. То есть проблема с лифтом, лифт не работает, что же делать, чтобы он постоянно работал, в конце концов, это просто неудобно. Так ведь? Спасибо. А вопрос понятия? Есть информация, лифты изготовлены на... Пожалуйста. Спасибо. Мы вас услышали. Трамвай на 17, Казань. Давайте... Это также совершенно частный вопрос, который, в принципе, не касается массовой, глобальной тематики нашего сегодняшнего мероприятия. Поэтому я этот вопрос возьму на себя, также оперативно мы его отработаем. Разберемся и с эксплуатирующей организацией по лифтам. При необходимости привлечем специалистов Ростехнадзора для того, чтобы внепланово провести проверку работы данного оборудования. Я определил неполадки. Так есть? Спасибо. Несколько лет назад была идея создать биржу строим материалов, с помощью которой, в том числе, контролировалось бы качество. Есть ли в планах возобновление работы по внедрению этого инструмента? Алексей Михайлович, расскажите. Откровенно говоря, мы вопрос сегодня уже касались в части формирования непосредственно качества и цены. И вы задавали вопрос, какие у нас есть предложения, как нам более эффективно реализовывать проекты. Эффективно и для застройщика самого, и для граждан, чтобы они понимали, в какие сроки будет жилье вводиться. Да, есть у нас проблемные подрядные организации, по которым несколько раз пересматривались графики производства работ. К сожалению, эти графики пересматривались вынужденно, в том числе и вынужденно, исходя из работы отдельных инструментов по формированию поставки материалов. На наш взгляд, должно быть проектное финансирование реализации объекта. То есть при формировании проекта описывается весь комплекс наименований материалов. И когда подрядчик заключает договор с инвестором, он этот договор заключает обоснованно на конкретных условиях, что он берет на себя для того, чтобы более эффективно сработать. Откровенно говоря, практика работы биржи показала некоторые отрицательные моменты, в результате чего сроки строительства были увеличены. И мы получили тот негатив со стороны граждан по срокам ввода многоквартирных жилых домов. Я считаю, что этот инструмент может быть, он правильный инструмент, но для того, чтобы более эффективно он работал, необходимо перейти на проектный подход к реализации строительства жилого дома. Жадат Железинович, как считаете вы? Я считаю, что у нас уже биржа в 2016 году работала. Работала она неплохо. По основным строительным материалам и оборудованию у нас все эти торги прошли успешно. Но мы, значит, запнулись на обеспечение строек комплектовочными материалами, комплектующими. Это фитинги и так далее, разные гайки. Вот это у нас страдало. На сегодняшний день мы все эти вопросы проблемные проработали. И в этом году уже есть даже поручение президента, биржа будет возобновлена. Когда? Ну, я не могу сказать, что это будет завтра, но в ближайшее время. До конца года она заработает? Заработает. Спасибо. Есть ли реально возможное удешевление жилищного строительства или нынешняя себестоимость квадратного метра? Это уже минимальная планка, Алексей Михайлович? Самое основное для того, чтобы снизить процесс строительства, должен быть максимально расписан. Для того, чтобы застройщик ненес убытки, он должен объект строить максимально в эффективные сроки, чтобы не достраивать его в отопительный период, чтобы не тратить излишние энергоресурсы. Поэтому основная задача по снижению себестоимости и сроков строительства – это более эффективное планирование. То есть подход по формированию логистики, сроков поставки необходимых комплектующих, правильную организацию строительной площадки, обеспечение строительной площадки инженерной инфраструктуры. Я здесь добавлю, наше управление несколько раз обращалось с вопросом ценообразования, сколько стоит и по инициативе строителей, сколько стоит сегодня квадратный метр социального жилья. Действительно, та цена, которая установлена, она соответствует среднерыночным показателям. Поэтому здесь вот наша задача максимально снизить финансовую нагрузку для населения, но в то же время, чтобы не страдало, уже есть пределы качества. Спасибо. На протяжении всей программы у нас работают электронные голосования, три варианта ответа. Получили жилье по социопотеке. 83% телезрителей проголосовали за второй вариант ответа. У них есть претензии к строительным работам. Ваше обращение к телезрителям? Довольно их мало. Действительно, сегодня, наверное, всем заинтересованным структурам надо самокритично посмотреть на все решения, которые осуществляются. Я думаю, порядок возможен. То есть, есть над чем работать, поле работы есть. Наша программа подошла к концу. Я благодарю гостей за эту беседу. Прощаюсь. У вас самого наилучшего. До скорых встреч на ТМИ. Продолжение следует...